Меценатом всех я соберу. В школе в Солнечном завершается монтаж шести входных групп. Учебное заведение рассчитано на 1100 учащихся. Начались отделочные работы. К зданию предъявляются повышенные требования безопасности, наличие мощной системы вентиляции и пожаротушения. Вместе с главой района социальный объект осмотрел депутат Мособолдумы Владимир Шапкин. Здесь, ну, действительно, работы идут хорошо. В графике даже опережают. Думаю, что этот объект будет сдан в срок и с хорошим качеством. Ну и, конечно, контроль со стороны нас, как депутата областной думы, мы осуществляем сначала закладки любого социального объекта и до его открытия. Потому что деньги выделены, деньги должны быть реализованы в срок, качественно. А самое главное, чтобы был объект. Школа в микровоне Солнечной строится с опережением графика. В здании уже подали отопление. И совсем скоро начнутся отделочные работы. Монолитные работы уже завершены. Депутаты главы района обсудили транспортную логистику в Солнечном. Сегодня движение транспорта тормозит светофор. Рассматриваются варианты организации независимого пешеходного перехода через Пролетарский проспект. Выбираем вариант, потом начинаем проектировать и в следующем году строим. Получается, фазы светофора для пешеходов не будет, а это еще на 20% усилит пропускную способность его перепряма. Это долгожданная школа, поэтому надо было, конечно, форсировать ее строительство. Не ущерб качеству. Фирма хорошая, которая строит ее. Уверен, что к 1 сентября она будет готова. Пустующее здание бывшего детского дома в Африанове сохранит социальную функцию. Общественная организация «Зарождение» прикладывает усилия открыть в нем центр комплексной помощи для женщин, переживших насилие и матерей с детьми. Здание принадлежит муниципалитету, и администрация городского округа берет на себя обязательство его перепрофилировать. Жизнь надо давать этому объекту. По одной простой причине есть достаточно много фактов, когда женщин попадают в трудную ситуацию. В семье или в окружении свое. И для того, чтобы каким-то образом помочь, будет создан треперационный центр. Здание, в котором когда-то располагался детский дом, сегодня ищет нового хозяина. 1040 квадратных метров здесь могли бы расположиться и детские учреждения. Сейчас администрация рассматривает вопрос о поиске инвестора. Опыт создания социальных центров в Щелкове накоплен. В 2016 году в новом городке заброшенное здание было реконструировано в отделении репетиционного центра «Мать и дитя» и общежития. Общественники утверждают, живописная фряновская природа будет способствовать успешной реабилитации. Местоположение этого здания полностью нас это устраивает, потому что здесь, во-первых, детский сад, рядом школа, колледж, с которым мы будем сотрудничать. Природа и уединенное такое в то же время место. От нашего муниципалитета необходим ремонт. Дальше полностью Министерство социального развития берет затраты на себя. Районный союз садоводческих некоммерческих товарищей с ней реже раза в год отмечает активные коллективы. На первом в этом году семинаре отчествовали победители конкурса на лучшее содержание СНТ и ДНТ. «Вы принимаете самое непосредственное участие в том, чтобы Московия стала для нас, для всех, сильным, красивым и чистым. И ваше садоводческое товарищество показывает во многом в этом примере. Поэтому вот эти все награды, они, конечно же, заслужены». Силами садоводов в товариществах в 17-18 годах проводилось благоустройство. Лучше других справились с выполнением требований губернатора СНТ Новинки, Монина, Северный поселок, Лужок, Лесные поляны, Вори-1 и Лесное Фрязино. Праздничное настроение создавал музыкальный коллектив из числа таких же садоводов. Михаил Налётов, Сергей Максимов, ТИР радиокомпания «Щелково».